В Ярославле начал работу эксперт ЮНЕСКО. Цель визита проверить, как используются архитектурные объекты в историческом центре. Именно эта часть города более шести лет назад была включена в список объектов всемирного наследия. Гость из ЮНЕСКО будет работать в Ярославле в течение недели. Общение с журналистами для него под запретом. И вот, что узнал о его миссии от принимающей стороны Илья Барабанов. Свой визит в Ярославль эксперт ЮНЕСКО Тодор Крестев и председатель Российского национального комитета всемирного наследия Игорь Маковецкий начали с кабинета первого заместителя мэра. О целях культурной миссии Сергей Ястребов рассказал уже после заседания, которое прошло за закрытыми для прессы дверями. Статусным гостям, согласно внутренним правилам ЮНЕСКО, общаться с журналистами запрещено. Мы обсудили сегодня и покажем, естественно, на практике те варианты использования объектов культурного наследия, как гражданской архитектуры, так и культовой, по центральной части, в первую очередь по зоне ЮНЕСКО и буферной зоне, для того, чтобы убедить инспектора в том, что здесь действия городских властей полностью соответствуют законодательству и требованиям международных организаций. И это не единственный пункт планового недельного мониторинга. Городские власти отчитаются, что сделано к тысячелетию Ярославля. Эксперты сравнят планы с их реализацией и проверят проекты центральной части. Всю необходимую документацию специалистам представят в Департаменте архитектуры и развития территорий города. Конкретных, болевых, если можно, точек на сегодняшний день нет. Есть мнение и обращение в организацию со стороны представителей города Ярославля, жителей некоторых, которые просят о встрече и, соответственно, будут, наверное, ставить какие-то вопросы перед экспертом. Эксперт не будет давать комментариев, как он нам сегодня. Он выслушает и доложит свое мнение, извините меня, без прессы, той организации, которая его сюда направила для мониторинга деятельности по сохранению культурного наследия. В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Ярославль попал в 2005-м. Кроме него там еще Петербург, Дербент. Три месяца назад подтверждение получено на российском уровне. И то, что организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры удостоила Ярославль такой высокой чести, местную власть обязывает ко многому, равно как и любого горожанина. Во всех туристических справочках, приличных, есть города, у которых одна, две, три звезды. Так у Ярославля три звезды. То есть любой нормальный турист, который у меня читает, у нас вот город, три звезды, в который нужно обязательно заехать, и в нем есть что посмотреть. То есть это, по сути дела, наше с вами лицо, наша с вами фамилия, наша известность в мире. Илья Барабанов, Владимир Чернов, Максим Сушанов, Городской телеканал.